Поговорим о зубах. Вы узнаете на самом деле, что такое калийс, от чего он возникает, как и чем его остановить, его рост и развитие, и о том, как не допустить калийс в дальнейшем. Самое главное, сохранить свои зубы на всю жизнь здоровые. Если вы не едите сладкое, то чистить 2-3 раза в день, зубы смысла нет. Если нет налета на зубах, то тоже нет смысла чистить постоянные. Ухаживать за зубами и полостью рта необходимо, но вот как ухаживать, чем чистить, сколько раз в день, это зависит напрямую от типа вашего питания. Поддерживать здоровые зубы гораздо легче, чем потом их лечить. Промышленные зубные пасты применение приводит к шлифовке зубной эмали, порче зубов. Определённые бактерии вызывают калийс, но они боятся щелочной среды, и после еды надо полоскать рот раствором соды. Почему же формируется кислая среда, которая как раз и провоцирует растворение эмали? Ведь эмаль и зубы состоят из щелочных минералов, а кислота разрушает щелочь. Безусловно, это выделение бактерий, частички пищи, но самое главное – это любые сахара. Быстрые углеводы разрушают эмаль в первую очередь. И не только контакта с зубной эмалью, но и через кровь. А ведь кровь – это главная жидкая соединительная ткань всего нашего организма, всех клеток воедино. И по ней текут питательные вещества, и лекарственные, и токсичные вещества. Поэтому сахар вызывает воспаление. В ротовой полости ПАЖ должен быть щелочным. Также в ротовой полости вырабатывается фермент птиолин. Это соляная амилаза. Это щелочный фермент. Он работает в щелочной среде. Потребляя сладкое, закисляем свой организм. Кстати, как и употребление высокомолекулярных сложных белков животного происхождения. В первую очередь употребление молочного белка, козеина. Не надо чистить абразивной зубной пастой промышленной. Вредна не только тем, что есть там фтор и триквозан. Они вызывают синдром дырявого кишечника. Можно чистить зубы зубной щеткой, обмакивая ее в концентрированный раствор соли морской или гималайской. Также помогают зубные нити и чистка языка. Тоже нужна. Есть специальный скребок. Нарушение минерального баланса в организме. Нарушение обмена веществ. Это дефицит кальция, магния, кремния, К2, Д3. Не должен быть дефицитом в организме, чтобы правильно формировалась костная система в организме и в частности зубы. Нарушение микробиоты кишечника и полости рта. Вывод. Кариус и другие проблемы с зубами. Есть метаболическая проблема. Нарушение обмена веществ. Воспалительный процесс глобального можно только полностью исключить сладкое из своего рациона питания. Со временем пройдут болевые ощущения, когда чистите зубы. Повышенная чувствительность от холодной и горячей воды пройдет. Эмаль не будет так изнашиваться.